Всем привет! Это «Красно-белый подкаст». С вами Евгений Туркулец. Артём Мочилов. И сегодня мы поговорим о огненном матче, который выдал «Спартак» с «Оренбургом», победив 3-2. Не просто поговорим, но ещё и порадуемся. Друзья, всех с победой! «Красно-белый, красно-белый, 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 красно-белый». Умеет «Спартак» вот создать на пустом месте. Ну, я не называю «Оренбург» пустым местом. Просто «Оренбург» достаточно рядовая команда, согласись. Вот такое шоу. Это ли не чудо? Это классический «Спартакский» валидольный матч. Сто процентов. Меняются всё постоянно. Меняются тренер, руководитель, директора, игроки. Федун ушёл уже. Федун ушёл уже. То есть, остаётся реально вот этот стиль, который просто... Ну, блин, ну как это вообще возможно? Ну, хорошо. Вспомни прошлый сезон. Первая домашняя игра с тем же самым «Оренбургом», который был разложен 4-1 на открытии арены. Но подожди, после этого был «Оренбург» 2-0. Да, на выезде. Всё равно, знаешь как, есть вот команды, которые ты воспринимаешь как бы, как команду, у которых «Спартак» должен выигрывать, ну, просто по-любому. А желательно с преимуществом 2-3 мяча. Сегодня мы увидели обратный результат. Почему? Подожди, ну мы выиграли. Потому что мы проигрывали 2-1. Я вот про это. Да, мы... Промежуточный обратный результат. Промежуточный обратный результат, который реально вогнал в тоску. Я думаю, блин, ну как так? Ты смотрел же футбол? Ну, естественно. А что мы здесь собрались? Оренбург подходит. По обзорам обсуждать. Сколько у Оренбурга было моментов? Ну, 4, ну 5. Ну, там 4 ударов в створ, по-моему, они всего нанесли. 4 ударов в створ за 90 минут. Из которых 2 стали голым. Да. Всего 7 ударов за всё время. Блин, реализация, ну, 50 на 50. «Спартак» мог результат делать ещё в первом тайме. И «Промис» мог. И там, и Зиньковский бил. Ну, короче... Насколько не шло у Милёшина просто. Все моменты... Да, как-то вот... Ну, не знаю, он... Сыроватый он, да, всё-таки ещё? У нас отсутствовали в составе Соболев, Джикия, Медина. Медина. Которого взяли. У Медина микротравма. Соболев за дисквалификацию непристойных жестов. Да. Джикия за ругань судьёй. Ругань судьёй. Вот. Три игрока не играли. Хотя, если честно, я бы очень хотел посмотреть на Медину, поскольку, судя по его играм за конюшню, это очень техничный и классный футболист. Да, это будет очень интересно на него посмотреть. Вот на Бангондо мы в конце посмотрели. Да, Бангондо... Кстати, сходу хочу сказать, что Бангондо хорош. То есть, он реально техничный, со скоростью прям... Ну, он может прям заблистать. Это, знаешь, как промис, короче. Не знаю, сможет он перекрыть. Прическа больше на Мозеса похожа. Мозес, кстати, топ. Вот это ещё было видно в товарищеском матче с Невчи. Блин, до чего же он... У него, кстати говоря, по-моему, в этом сезоне заканчивается контракт с нами. Ну, он должен доказывать, потому что прошлый сезон он провёл не шатко-невалко после травмы. Он только-только вкатывался к самому концу. Вот. Был в лишнем весе. Да. Мне не говорить про лишний вес, конечно. А сейчас он прям реально скинул. И Мозес, во-первых, это человек, который умеет сделать результат. То есть он просто... Вспомни, когда тренера Мултедеска, это, соответственно, два года назад, когда в 30-м туре Мозес дальним ударом просто нас вогнал в Еврокубки. Мозес, ну, Мозес, он на самом деле топовый игрок. Топовый, да. Это, конечно, мне кажется, очень такой важный кирпич в фундаменте спартаковском. Вот без него и без промиса, я считаю, будет очень туго. Давай отметим еще один нюанс. Это Максименко в воротах. Это, кстати, было неожиданно все равно. Вот я ждал Селихова, потому что как-то, ну, не знаю, они, в принципе, вратари по классу сопоставимые. Но вот у меня душа, не хочу обижать Сашу Максименко, душа как-то к Селихову больше. Но при этом, знаешь, я думаю, что это как раз отголоски к концовке прошлого сезона. Матчи с Динамо, вот эти... Да, да, да. Да, вот эти невынужденные ошибки, или так слегка вынужденные, которые были совершены. Видно было, что в том сезоне Абаскаль, ну, жалел, наверное, или как правильно сказать. Ну, знаешь, как закрывал глаза на это. Закрывал глаза на ошибки, но при этом сделал некоторые выводы. Сделал некоторые выводы, и, кстати, я не удивлюсь, если сейчас в матче кубковом в Краснодаре выйдет Селихов. Скорее всего, кстати, потому что в прошлом году была ротация. Он сейчас поменяет их местами. Сейчас один будет на кубке, а что, кстати, сейчас шесть кубковых игр. Ну, в принципе... Будет интересно, если там будет Свинов стоять. Ты имеешь в виду в Краснодаре? Да. Кстати, весьма ожидаемо. В матчах Факела в прошлом году он тоже немалую роль внес в то, что Факел остался выше лиги. Посмотрим, посмотрим. Ну, ротация в целом. Матч сегодняшний произвел вообще такое впечатление. Ну, то есть, знаешь как, вот есть какая-то эмоциональная шкала, да, и Спартак умеет тебя сначала сделать очень радостным, потом куда-то на нейтральную опустить планку, а потом очень грустным, когда начинает проигрывать. А потом вернуть это. Да, и потом так тоже вернуть тебя, вот. Поэтому, наверное, за это и любим, да, потому что гамма совершенно широкая разных эмоций, и ты из одного состояния впадаешь в другое, потом возвращаешься в это же. В общем, удивительная каос. Да, безумные качели. Безумные качели. Прав был покойный Федотов, что это самая веселая команда. Так и есть. Но очень классный первый гол, надо отметить. Мозеса? Да, гол Мозеса, но я считаю, что это не просто гол Мозеса, а это гол всего нападения. Да. Потому что сколько там прошло пасов, какой элегантный пас, например, Зиньковского пяткой назад прошел. Да, это красиво. И только в завершающей стадии там было восемь пасов. Вот, но это же очень круто. Согласен, да. Причем это все вот около штрафной комбинационный. Это такой, ну, прям один из красивейших голов Спартака. Вот именно как Спартака через короткий пас в штрафной. Ну, получилось, да, получилось. Получился шедевр. Хотя я тебе, честно, хочу сказать, я очень хочу отметить Хлусевича, который стал сегодня лучшим игроком матча. Вот иногда, знаешь как, смотришь и думаешь, почему не бьют издали? Ну, ударь ты прям, ударь. И сегодня он вколотил второй гол, который, когда Спартак счет сравнял, блин, ну, просто тоже на заглядение вышел. Ну, надо отметить, что второй гол Оренбурга, он начался с обреза Хлусевича как раз. Ну, слушай. Причем этот гол Оренбург забил с нашего углового. По сути, была передача. Хлусевич нехорошо ее обрабатывает. И пошло развитие атаки. Но исправился. Он же забил еще и третий гол, понимаешь? Ну да, забил два после этого и справился. Вот это, к слову, о тех самых эмоциональных качелях и валидоре. Потому что, да, блин, честь и хвала, на самом деле, Хлусевич, не то, что он в этом матче, он, в принципе, достаточно надежный чувак. Ну, не скажи. Слушай, мы полматча его ругали. Может быть, это, конечно, и повлияло, что мы полматча его ругали. Может быть, он реально. По поводу Хлусевича, не знаю. Он у меня как бы вызывал всегда какую-то такую, не знаешь, как уверенность. Вот он, допустим, есть еще этот, как его, Денисов. Вот тот, еще тот привозчик. Кстати, сегодня, по-моему, он не доглядел в одном из эпизодов, когда нам гол забивали. Не уверен. Но в целом было не очень понятно, как раз в этом эпизоде, когда у Хлусевича был обрез, почему Денисов побежал просто посередине, ни к игроку, который бежит сзади, ни к игроку, который бежит. И там, по сути, тот самый Мозус не успел за Флорентином. Не успел ничего сделать. Догнать – догнал, но никакого полезного действия от этого не было. Да, Денисов совершал вообще непонятно что. Пробежка так посередине, хотя на высокой скорости. Ну да. В целом, хочу сказать, что, ну, блин, приятно. Если честно, я прям как чувствовал. Когда проиграл Динамо, а потом еще и ЦСКА, я думаю, ну все, вот в этом туре мы выиграем. Блин, оказался прав. Не претендую совершенно на роль предсказателя великого, но просто, вот если честно, я чувствовал, что мы реально выиграем. Ну мне прям вот как-то… Даже когда пропустили второй? Ты знаешь, когда пропустили второй, первая мысль, которая у моей головы появилась – ничего нового. Вот по факту, да. Весь прошлый сезон мы наблюдали похожую картину. Но вспомни, сколько раз мы в прошлом сезоне говорили о том, что «Спартак» начинает играть только во втором тайме. Было, было такое, да. Вот как тебе игра с Оренбургом, перекладывая… Ну, во втором тайме Оренбург начал играть. Да, в первом тайме «Спартак» неплохо начал. Да, «Спартак» вообще играл, на самом деле, в первом тайме у Оренбурга-то и шансов, по сути, не было. Да, давили, прессинговали и пытались мяч в ворота завести. Другое дело, что и у «Спартака» не было результата. Тот же Сау Милеши, например, на которого была большая надежда, ну, к сожалению, не смог реализовать свой потенциал. Может быть, надо было «Бальде» выпускать. Пораньше. Пораньше, да. Потому что, ну, не знаю, как бы… Вот мне как-то вот между… Если выбирать между Милешиным и Бальде, кажется, Бальде предпочтительнее. Потому что он фактурный, высокий и более опытный, что важно. Ну, я так думаю, что в следующем матче начнет Соболев. Да, скорее всего. Потому что он как бы… И Милешин, по сути, поставили его играть вот на позицию Соболева. Ну, хорошо бы Соболев держал себя в руках и поменьше неприличных жестов показывал. Ну, подожди, но он как раз и подержал себя в руках. За это-то его и дисквалифицировали. Обратил внимание, на трибуны пришел Бакетти. Да. Вот. Его приветствовали. Он приветствовал всех там через спартакский телеграмм. Слушай, ну, во-первых, человек-чемпион в составе чемпионского караевского Спартака. Уважение. Прям, ну, красавец. Вот. А Трактенберг, насколько я видел, присел там на уши Медине. Не знаю уж на каком языке он ему рассказывал. Понял ли что-то из этого Медина. Как резюме, отличная победа Спартака. Валидольная, как мы все любим. Самое главное, победили. Хочу несколько слов сказать еще раз о Тео Бангонде. Прям очень интересный игрок. Будем следить внимательно за ним. И Дуарте. Он реально, по-моему, становится надежнее. Ну, опять же... Вот мне такое ощущение. В первом голе не было ли его там вины, можно сказать. Слушай, как бы то ни было выиграли, вот в прошлом сезоне он смотрелся как-то вообще неубедительно. И мы уже начали списывать его, что это трансфер как бы... Ну, по крайней мере, в текущей защитной линии он смотрелся. Другой вопрос, что там текущая защитная линия, да, она, во-первых, без Жики была. Ну да. Вот, но при этом видно, что, ну, реально нападение сейчас смотрится гораздо интереснее защиты. Ну, это Спартак. Знаешь, что еще можно отметить из забитых мячей? Второй был Хусевича и третий был Спартака. Там тоже была классная передача пятки от Игнатова. Вот это просто... Не зря, кстати, Мишу хвалят. Он умеет. По-моему, его больше ругают. Ну, слушай, все-таки я слышал много о нем, что он самый технически одаренный футболист. Вот Спартака вот нынешнего. Ну, главное, чтобы у него пошло. Прошлый сезон у него явно не шло. Да, согласен. Вот, то есть, если у него пойдет, это будет очень круто. И как бы будет такое необходимое разнообразие в атаке. Потому что, наверное, вторую половину прошлого сезона мы провалили во многом из-за вот этих проблем в атаке. Ну да. Потому что как-то не шло, не шло. Одна травма, другая травма. Ну, там и в защите были проблемы и так далее. Вот сейчас мы видим, ну, какую-то более-менее рабочую атаку. Хотя... Вообще хочу обратить внимание, что вот, судя по составу, у нас очень неплохой состав. Смотри, поправился Умяров, который, кстати... Это, кстати, было одно из самых таких приятных впечатлений для матча. Потому что Наиль, как бы, он, несмотря на его небольшой рост, он классный игрок. Мне вот нравится он. То есть, этот центр, как бы, такой серьезный кирпичик вот этого ромбика. Ну, на самом деле, сейчас у нас закончится дисквалификация президентов Би-Би-Би-Ги. Вот. И после этого, собственно, Спартак будет, ну, наверное, поправиться Медина, да? Там вроде как микротравма. И после этого Спартак будет, ну, фактически в оптимальной форме. Там единственное, что... Товарыш. Да, товарыша будет. Травмированный, конечно. А он, я так понимаю, до зимы, да? Ну, как минимум. Обидно. Вот только-только он вписался в коллектив. Прям начал раскрываться и хорошо прям себя показал. Да, жалко. Вот. Давай еще раз. Как резюме. Отличная игра. Не во всем. Не до конца. Но отличное эмоциональное завершение всего этого. Просто хочу обратить внимание на то, что ушел тот Спартак, который не играет в первом тайме, а заводится во втором. Сегодня они реально всю игру старались, атаковали. Не все получалось. Хромала реализация. Но по итогу результат позитивный. Три очка в копилке. Думаем о Краснодаре или о Балтике? Ну, я думаю, что о Балтике ребята пусть подумают сегодня. Немножко примут там Балтики как бы для расслабления. А дальше думают о Краснодаре. Слушай, а кстати говоря, Балтика, она же прямо вот сейчас вот доиграла у Балтики. Балтика проиграла 2-0 в Сочи. А что с Ростовом? А Ростов победил факел 2-1. Есть ощущение, что Балтика будет торпеда прошлого сезона. Типа вот что-то такое мне подсказывает. Хотя я слышал, что губернатор вваливает нормальные деньги в клуб. И может быть им нужно время. Ты понимаешь, одно дело вваливать нормальные деньги в клуб по меркам Балтики, а другое дело вваливать нормальные деньги в клуб по меркам Зенита. Ну, это совсем... Согласись, там такая и трансферная компания Балтики такая себе. Насколько они могут претендовать на что-то в премьер-лиге, на самом деле большой вопрос. Слушай, ну ты знаешь, я тебе так хочу сказать. Факел, который в принципе тоже ни шатка, ни валка начал прошлый чемпионат, сумел остаться? Ну, посмотрим опять же, что будет в этом году. Потому что вот Факел выигрывал у Ростова 1-0. Сейчас вот закончилось 2-1. И тоже его судьба не очень понятна. Насколько тоже, скорее всего, он будет болтаться внизу. Ну да, это команда нужной части. При всей нашей любви к Факелу. Да-да, у нас симпатии тут есть к этой команде. Тем не менее, на самом деле, тоже очень тревожно за них. Слушай, ну второй тур. Опять домашняя игра у нас будет уже с Балтикой. Я считаю, что надо брать 3 очка, не сбавлять оборотов. К тому же... Самое главное, чтобы наши не вышли на полном расслабоне. Да, как Спартак умеет, кстати говоря. Да, с ощущением о том, что эти 3 очка уже в кармане. 3 очка уже в копилке, да. Поживем, увидим. Вернемся к матчам Тура. Динамо-Краснодар. Динамо-Краснодар. Ну, первый блинком Марсела Лички. Розовый свитер он поменял на розовое поло. И как-то это ему не пошло. Слушай, Динамо вообще... На самом деле, знаешь, вот так вот... Нельзя говорить о том, что Динамо играло плохо. Нет, Динамо играло нормально. Потому что у Краснодара отлично отыграл Сафонов. Которого в том году чуть ли не списали. На которого там лилось много говна в прошлом году. Его чуть ли не там не... Да его, по-моему, даже в последнем матче кубковом с СССР поменяли. Если ты помнишь. Стоял не Сафонов. Все уже думали, что Сафонов играть не будет. И тут он выходит. И вместе со всеми остальными игроками делает результат. У него было несколько очень классных сейвов. Согласен. И если бы не он, то мы бы сейчас говорили о том, что там адовая игра. И счет 3-3 какой-нибудь. А тем не менее, Краснодар победил Динамо в Москве 3-1. Ну, там два обреза. Когда защитник выдает пас прямо в ноги. Слушай, ну, я тебе хочу сказать, что Динамо, эта команда неудачник. Ну, серьезно. Потому что у них состав-то, в принципе, неплохой. Захарян, Макаров, Дюкавин, Смолов, Шунин. В принципе, игрок сборной. Все равно что-то, видишь, не клеится. Ну, видишь, у них очень такие какие-то напряженные отношения. Ну, не напряженные, а непонятные отношения внутри коллектива. Вернулся этот Бульбуина, которому... Который просто все карты... Ну, то есть, он уходил вообще некрасиво. Да. А пришел обратно... И ему дали капитанскую повязку. То есть, черти вообще что. Очень странное решение лички, конечно. Такое, да. Как-то он решил, наверное, может, перетряхнуть коллектив таким образом. И показать, кто в доме хозяин. То есть, типа, вот, я считаю так, и все. Но при этом, видишь, защита отыграла хуже всего. Да. У «Динамо». То есть, если там хотя бы один мяч они заколотили, то, конечно, игра в защите была там... Отвратительная. Отвратная. Вот. Что дальше? ЦСКА? Гончаренко? ЦСКА. Вот это, да, кстати говоря, тоже супер-супер результат. Потому что, блин, Гончаренко реально... Он все-таки знает ЦСКА. Он знает, как против него играть. Он выжил из этого матча максимум. Ну, Урал, давай, скажем, результат матча. Урал-ЦСКА 2-1. Урал, да. ЦСКА 2-1. При этом кони лишились очков. На самом... Ну, как бы играть в Екатеринбурге всегда сложно. Вот. Гончар сумел перестроить и перетряхнуть Урал, потому что в прошлом сезоне Урал начинал очень плохо. Пока не пришел Гончаренко и не поменял всю их игру. Ну, надо сказать, что, собственно, 2-1 счет тут немножко показательный. Потому что все конские паблики вышли с фотографий, на которых было написано 2-1. Ну, только 21. Да. В честь, правда, Игоря Акинфеева. Который, собственно, и совершил первую результативную ошибку в этом матче, выйдя, ну, не очень корректно выйдя на угловой, да? Ну, да. И, соответственно, упустил мяч, который потом там заколотили. Ну, нельзя сказать, что это какая-то супергрубая ошибка, но, тем не менее, недоработка. Ну, да, такая. Вот. И ты говоришь о том, что Гончаренко знает, как играть против ЦСКА, но это же его первая победа над ЦСКА. Слушай, ну, в принципе, да, но как бы все равно состав поменялся, но несущественно на самом деле. Я имею в виду конский состав. Ну, так сказать. У них, наверное, теперь нет одного из лучших игроков, да, и нету второго лучшего игрока, который играл при Гончаренке. Ты про Марио? Один, да, один Марио в Зените, второй, собственно, Медина, который в том сезоне, ну, вносил такую хорошую роль в нас. Ощутимую, ощутимую, да. Вот. Поэтому не знаю, как ЦСКА будет сейчас бороться за верхние места, хотя, зная селекцию ЦСКА, скорее всего, консульт трансферного окна ничего-то такое придумают. Посмотрим. И покажут еще результаты. Посмотрим, посмотрим. В любом случае, мне приятно, что ЦСКА проиграл на выезде, потерял очки, и ЦСКА и Динамо. Пари-Зенит. Пари-Зенит. Вот, кстати, от этого матча и от Юрана я ждал большего. Хотя по первому тайму у Зенита не было ни одного удара в створ ворот Пари. Ну, а потом роль сыграло удаление, чисто варовское удаление. Ну, и все-таки класс Зенита повыше. Ну, после того, как сыграло удаление, да, там класс сказался. То есть более классная команда в 11-ом против 10-ых. Вот ты видел этот момент с удалением? Да. Когда судья дает желтую карточку, его зовет вар, посмотри, все-таки это красное. И там роль решают как в офсайде, по сути. То есть если бы игрок находился там на шаг впереди, который бежит сзади, то это была бы желтая подтвержденная. А все решил один шаг игрока, который находился вообще не в эпизоде. Слушай, ну, это опять мы возвращаемся к теме судейства и Зенита. Вот, ну, я согласен, что есть какие-то странные решения, которые трактуются... Нет, может быть, оно и правильное. В данном случае решение, вот, ну, так если следовать букве правил, оно, наверное, корректное, скорее всего. Но при этом абсолютно все начинают сомневаться в том, что судейство корректное. Обрати внимание. Ну, вот тебе говорю, тема старая, избитая. Судьи и Зенит из Петербурга. Нет, как бы, ну, выиграли и выиграли. Если бы еще и Зенит потерял очки, я считаю, что это праздник был бы вообще полный. Локомотив Рубин. Вот это самое интересное, наверное. Вот это, кстати, реально очень прикольный матч. Рубин два раза вел в счете. Рубин, это дебютант премьер-лиги, сыграл 2-2 в Черкизово с Лока. Что с Лока случилось? Да, наверное... У них ушел Смольников? Ну, это же не показатель. Да. Зюба. Зюба играет. Глушенков. Иняев тот же самый играет. Причем крутит-вертит там на левом фланге очень прилично. Но как раз гол-то он очень хороший организовал. Удивительно, что Локомотив, который в прошлом сезоне после прихода Галактионова показал такую прыть и попер просто как паровоз наверх, играет с дебютантом 2-2, проигрывая два раза по ходу матча. Ну... Не до настрой. Наверное, тут быстрый гол сказался. Рубинский. Да. Потому что они забили на третьей минуте, и после этого, ну... Пошла как-то игра, типа, ну, то есть они, наверное, оживились очень здорово, поверили в свои силы, побежали вперед. Пропустили, потом забили еще. Жалко. Локомотив спасся, на самом деле, прямо на последних минутах. Там 87-я, да, по-моему, они отыгрались? Да, 88-я. 88-я, да. Вот. Но при этом, на самом деле, мне очень понравился вот этот вот Фомие. Фомие, да. Вот. Ну, у Рубина. В общем-то, будет интересно посмотреть, Рубин поддержит ли этот темп, и что с ним будет дальше. Ну, у Рубина еще и тренер, на самом деле, интересный Рашид Рахимов. Ну, Рашид Рахимов, он неоднозначный тренер. Он ни одну команду в топы так и не вывел. При том, что он очень опытный, очень грамотный специалист. Ты знаешь... Но грамотный специалист именно для тех команд, которые на дне. Он, при этом, он не особо никого и не утопил, насколько я знаю. Могу ошибаться. Не утопил, да. Но при всем при этом, с бюджетом Рубина, я думаю, что их потолок место шестое, седьмое. Ну, я бы не был таким оптимистичным, на самом деле. Вот, слушай, я тебя уверяю, в третьем туре они нам проблемы создадут в Казани. Это очень непростая команда. Кстати, как тебе календарик на этот сезон? Очень многие говорили, что он сверстан в пользу Спартака. За счет чего? За счет того, что первые четыре матча идут со славными соперниками. Ну, относительно славными. Понятно, мы видели сегодня по матче с Оренбургом, что мы могли бы говорить и о том, что... Наоборот, мы могли бы говорить, что у нас очень сложный календарь, поскольку Оренбург явно непростая команда. А в конце также идет, ну, явно не топы последней матча. То есть, он как бы, да, предрасполагает к тому, чтобы очень удачно стартовать, обрести некую уверенность, и в конце, чтобы в самых последних матчах набрать очки. Вот, очень, по-моему, возмущаюсь. Ну, я тебе хочу сказать, что 30-й тур, он же зеркальный с первым, да, то есть, игра в Оренбурге на искусственном поле. Я был в Оренбурге один раз на выезде, и как раз это был 30-й тур, когда... А там в Оренбурге, да, точно? Да, но там, знаешь как, сам стадион находится не в самом городе Оренбург, а в небольшом поселке, который находится рядом с городом. Там живут, там дома у богатых этих газодобытчиков. Там же «Газпром», ну, как филиал, или как дочка «Газпромовская». И там находится прям в хорошей такой зоне этот небольшой стадион. Ну, откровенно говоря, не обижайтесь, пожалуйста, те, кто живет в Оренбурге, я не знал, что там делать. Вот это был 19-й год, когда тренером был Кононов, и я, чтобы поставить галочку, решил полететь в Оренбург. Очень жарко, прям до невозможности, но там же степи вокруг. Вот. Я не знал, что там делать, и поэтому, по сути дела, два дня просто провел в номере, занимаясь своими делами. Ну, смотреть там особо нечего. Извини, я как Дзюба-то занимался своими делами. Нет, я занимался просто работой. Ладно. И последний матч, да, о котором мы еще не упомянули, это Ахмат Крылья. В этом матче было два очень классных гола на дриблинге от Крыльев-Советов. Да, Самара, кстати говоря, становится, как сказать, ну, таким, как... Ну, они уже не первый раз отбирают очки у Ахмат. Я думал, что в этом матче победит Ахмат. Вот. Ну, видишь, индивидуальное мастерство сказалось игроков той команды, от которых мы, в общем-то, не особо ожидали. Самара вообще молодцы. Хотя, не знаешь, куда пропал их этот Писарский? Без понятия. Вот. Или... Кто он? Или кто он, да. Или кто он сейчас? Или горе, это он. Ахмат на последней, там, минуте, да, чуть ли не на последней минуте с пенальти организовал мяч. Хотя бы не с сухим счетом они продули. Но просто Ахмат проигрывает Самаре дома. Тоже, знаешь, как-то так... Ну, знаешь, как, на этот результат я бы не поставил. С другой стороны, я не удивлен. Вот, знаешь, тут может быть все, что угодно. И там сейчас жарко на Кавказе. Игра была, по-моему, поздним вечером, чтобы хотя бы не так сильно по жаре. Вот. Там, наверное, сейчас градусов 30. И в целом, на самом деле, любые игроки могут упариться. Вот. Ну что? Впереди у нас матч Кубка. Краснодар-Спартак в четверг. Да. Причем мы будем знать результаты всех остальных кубковых матчей. Это там последний кубковый матч из всех этих групп. Кубок проводится примерно по той же формуле, что в прошлом году. Там же незначительные изменения, да, по-моему, все-таки? Да, там просто отменили вот эту вот дополнительную возможность у финалиста... Господи... У финалиста... У финалиста пути РПЛ. Да. То есть он напрямую теперь вылетает и не участвует... Не получает шанса, да, вот этого второго. Ну, ладно, посмотрим, да, на кубок. Ждем победы Спартака. Хотя... Ну, то же с Краснодаром будет сложно. Очень сложно. Потому что Краснодар, играющая команда, мы видим из сезона в сезон, да. Динамо они развинтили. А в целом еще у нас в, собственно, группе находятся Динамо и парень Нижний Новгород. Да. Еще, кроме этого, тоже с Динамо всегда дерби. Всегда. Это тоже будет, скорее всего, непростая игра. И Юран с пари тоже упрется. Конечно. У Юрана это, можно сказать, дело чести показать. У нас, кстати говоря, вообще не слабая группа этих. У нас в прошлом розыгрыше кубка мы играли в одной группе с Зенитом, Факелом и Самарой. Но там это была однозначно проходная группа. Да, потому что мы сразу понимали, что мы и Зенит. Но при этом Зенит не Зенит. А при этом не Зенит. А в этом году, мне кажется, даже группа у нас посложнее. Потому что все три команды, все не подарок. Если, условно говоря, в прошлом году мы записывали Факел в аутсайдер, типа, ну этих обыграем. Да и про Самару такие же, на самом деле, мысли были. Хотя мы им проиграли в итоге-то. Но да, теперь только парень Нижний Новгород, по сути, такой же. А вот Динамо и Краснодар это будет... С Динамо всегда рубил его все равно. С Краснодаром, кстати, тоже. В каком бы они состоянии не были. Но вот с Краснодаром бывают матчи в одну пользу крупный счет и в другую. И всегда много голов обрати внимание. Краснодар играющая команда. Да, с ними будет интересно. Поэтому очень интересно глянуть на состав, который будет в этой кубковой игре. И хочется победы. Однозначно. Ну и после этого 31-го числа мы ждем матч Спартак-Балтика. Тоже мы будем закрывать. Мы 25 лет ждали этого матча, потому что Балтика играла последний раз. Я помню еще этот чемпионат 98-го года. Но это вообще была другая Балтика. И Калининград, скорее всего, другим был. Даже стадион был другой, старый. Помнишь, еще замечательная карикатура в Ультрас Ньюс была? Какая? Мы любим Балтику. Мы тоже. Да, да, да. Да. Ну и из тех матчей, которые будут в следующем туре, из того, что стоит выделить, это Ростов-Зенит. То есть Валера против Зенита. Как раз показать, претендует ли на что-то Ростов в этом году или нет. Ну, Ростов сегодня заработал первые три очка, как и мы, обыграв факел 2-1. Вот, а также Ахмад ЦСКА, Ахмад будет пытаться реабилитироваться перед своими болельщиками. 100%. А Конюшня захочет взять три очка, чтобы осильно нас не отпускать. Кстати, Ахмад ЦСКА интересная игра будет. Ну, и ты понимаешь, что... Конюшня, кстати говоря, всегда почему-то положительный результат в Грозном. Я не понимаю, как они там умудряются вытаскивать очки. Ты же знаешь, под кем были ЛЦСКА в первые годы? Знаю. Российской Федерации. Вот, собственно, еще чего-то интересного. Крылья Советов Динамо. Мы говорим о том, что Крылья Советов показала интересный футбол, а Динамо как раз первым блинкомом. Вот будет ли второй блинкомом у лички? Увидим, да. Да, то есть на самом деле все становится достаточно интересным с первых туров. Тот же факел-локомотив дома в Воронеже. Вот. Если у локомотива и с факелом не зайдет, да, то есть вот если как бы сейчас локомотив и здесь потеряет очки... То можно будет поговорить о кризисе. У них могут начать сдавать нервы, да. Могут, да. С учетом того, какой, ну, скажем так, негативный фон был информационный на Дзюбе. Ну да. Да, в связи с его вот этими достаточно странными шоу, достаточно странными появлениями вместе со Слуцким в разных 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 шоу. Слушай, ну, Дзюба понимает, что у него на самом деле карьера близится к концу, и он просто делает себе статус шоумена с такого как бы... Ну, ты понимаешь, что это, с одной стороны, очень большой публикой воспринимается очень позитивно, а узким кругом крайне негативно. Да, и если сейчас локомотив пойдет вверх, то, собственно, на это все закроют глаза дальше. Да. А если локомотив оступится там два-три раза подряд, то об этом и Дзюба не покажет тот результат, которого от него ждут, ну, мечей или там результативных передач, то это тут же пойдет во вторую, там, в третью, четвертую волну хейта. Хотя ему уже не привыкать, мне кажется, он наоборот ждет эту волну хейта, и он как-то подзаряжается от негативных эмоций. Потому что он живет, на самом деле, вот в этой такой парадигме, какой-то парадигме, не знаю, парадигме ненависти, наверное. У него же очень много, если посмотреть матчи сборной России в Сан-Марино, ну, как людей, которые его недолюбливают. Ну, он питается этим, и, собственно, вот это его заводит по большей части. Да. Короче, поздравляем всех, чемпионат начался. Начался с отличных результатов. СССР проиграл, Динамо проиграл, Спартак выиграл. Вот. Ждем продолжения. Это все будет очень интересно. Подписывайтесь на наш канал, заходите в Телеграм-канал, делитесь своим мнением в отношении матчей и всего российского футбола. В отношении сказанного нами. Оставляйте лайки, комментарии, нажимайте на колокольчик. Хотим сказать спасибо студии Face2Face, которая организовывает эту запись. Все, всем пока. Всем пока, ребят. Красно-белый нас всегда!